Всем привет! Вы на канале Cloud City и у нас сегодня на очереди еще один рассказ из сборника Александра Цыпкина «Токсичная книга». Рассказ будет от Виктории Топоногановой и называться он будет «Цуцик». Итак, сборник Александра Цыпкина «Токсичная книга». Рассказ «Цуцик». Ну, наконец-то можно откинуться на спинку сиденья и прикрыть глаза. Мы вернулись с Байкала. Чумовые отпуски и утомительный перелет позади. Я в Москве. Ну, если, конечно, такси, стоящие в пробке на МКАДе, уже можно назвать Москвой. Ну, да, можно. Мы практически дома. Муж что-то объясняет водителю, по мне скачет неуганомный Степка. Маша надела наушники и погрузилась в аудиокурс японского языка. Костик закопался в телефон. Мы дома. Можно и расслабиться. И тут я замечаю один заинтересованный взгляд, направленный прямо на меня. Мне трудно сосредоточиться, и я уже почти сплю. Приходится отодвинуть от себя Степку и сфокусироваться. На меня смотрит белка. Обычная серовато-рыжая белка рядом с короткостриженным затылком водителя. В такси. Это нормально. Это не более странно, чем ежедневное машина доброе утро по-японски. Охаэ кодзамасю, вежлив говорит она. И мы улыбаемся тоже почти по-японски. Наша девочка этим летом поступает в МГИМО, и теперь, как надеемся мы с мужем, выйдет замуж за дипломата. Ну, а мы сможем решить квартирный вопрос. Тем временем белочка внимательно меня рассматривает и принюхивается. Не иначе Степке пора менять памперс. — У вас белочка? — спрашиваю я таксист. — Ах ты, опять выбрался. Это Цуцик! — объясняет парень. — Бятька! — повторяет Степка и пытается схватить зверька. Но белка, вместо того, чтобы ратироваться, по всем законам выживания в нашей дикой природе, прыгает Степке прямо на голову. Степка издает дикий вопль, машину дергает, белка улетает. — Что там у вас? — оборачивается муж. — Успокой-то ребенка-то. — Да у нас ничего, у нас белочка. — Не бойтесь, Цуцик ручной, он не кусается, успокаивает водитель. Зверек тем временем появляется снова. Он пытается прогрызть Костин рюкзак, с которым тот не расстается ни на минуту. Костик завороженно фоткает наглую зверушку с разных ракурсов. Интересно, а что у него такого в рюкзаке? Я вспоминаю, как мы перетряхивали вещи перед отправкой домой. У Маши я изъяло пять кило камней. Но, мам, я же сад камней хотела сделать. Костик с трудом согласился оставить в покое маленькую пихту и не пересаживать ее к нам на подоконник. И только у Степки, кроме запаса памперсов, никакого лишнего багажа. — О, она шишки чует, — заявил Костик. — Да, кедровые шишки мы ему взять разрешили, а не хотя бы легче камней. Подозреваю, что сын все еще мечтает вырастить что-то грандиозное на нашем подоконнике. — На, держи! — Костик протягивает цуцику шишку, и белка мгновенно исчезает глаз. — Я его на трассе подобрал, — объяснил водитель. Раненый был. Совсем слабый. — Вот теперь со мной катается. — А на работе? — Не против, спрашиваю? — На работе не в курсе. Да и пассажирам он не так часто показывается. Обычно прячется. — А пассажиры бывают разные. На месте этой белки я бы от нашего семейства спряталась. За время поездки мы много чего узнали о белке и о водителе. Оказывается, сам он из Усть-Илимска. В Москве совсем один. Это рыжее чудо для него и друг, и напарник, ну и почти земляк. Ну, бывает. Хороший парень. Сам худющий, глаза добрые. Это мне сзади в зеркало видно, это точно. Дома нас встречает Мурзик. Его, конечно, кормила соседка, пока нас не было, но он все равно в дикой обиде за столь долгое наше отсутствие. У него это просто на морде написано. А еще он подозрительно принюхивается к нашим сумкам, сложенному кучу в коридоре. И вдруг кот выгибается дугой, шея с дыбом, хвост вопросительным знаком и шипит что-то ругательски по-кошачьи. Просто из костяного рюкзака выглядывает белочка. И в глянцевых бусинках ее невинных глаз сквозит наглая самоуверенность хозяина всех шишек на планете. Впрочем, через секунду белка исчезает, оставляя кота на грани нервного срыва. Ух ты! Цуцик решил остаться с нами. Костик в восторге. Надо бы позвонить таксисту. Вернуть белку, говоря мужа. Набери-ка ему. Куда набрать? Ну, ты же такси вызывал. Тебе номер должны были скинуть. А я что, все номера хранить обязан? У меня в память телефон не резиновая. Мурзика. Стер уже? Понятно. Цуцик деловито тырит шишки из костяного рюкзака и прячет куда-то на антресоли. Костя, убери шишки, пока он все не расточил. А куда? Не знаю. Куда можно убрать шишки от этой вездесущей белки? Может, в холодильник? А Цуцик тем временем с нами жить будет? С надеждой в голосе спрашивает Костик. В глазах Мурзика точно такой же вопрос, но вместо надежды в них горит молчаливое негодование. Белку надо выпустить в лес, говорит муж. Как в лес, удивляется Костик. Она же ручная. Ну, или в зоопарк. Ты что, папа, надо таксиста найти, заявляет Маша. У него же никого нет больше. Это как член семьи, понимаешь? Ну, и где я тебе этого таксиста найду? Ты по какому телефону машину вызывал? Надо позвонить и спросить. Спросить что? У какого вашего таксиста белочка? Он сказал, на работе про белку не знают, добавляю я. Тем более. Ну, тогда надо у них выяснить, кто в Домодедово сегодня ездил, предлагает Костик. У них каждый день в Домодедово десятки машин ездят. Ну, должен же быть какой-то выход. Белка уже обследовала верх кухонных шкафчиков, и оттуда теперь свисают хлопья слежавшейся пыли. Ну, заодно и уберемся, подумал я. К вечеру мы убрались везде. В обеих комнатах, кухне, коридоре и даже на антресолях. Я наконец-то нашла, куда убрала на зиму свои роликовые коньки лет десять назад. Муж откопал спрятанной Машей пять томов Анжелики. А в одной из книг обнаружилась заначка Костика на велосипед. Ну, на ниппель, по крайней мере, уже хватало. И теперь мы все знали, где кот ныкал куриные кости. К ночи стало ясно, что спокойной ночи можно не желать. Мурзик, забыв про солидность и лишний вес, молодецкий вскарабкался за белкой по шторам. Оттуда и рухнул вместе со шторами и всем крепежом на письменный стол и аквариум. В следующий час мы собирали с половоду рыбок, водоросли и промокшие Машины конспекты. Белка возмущенно цокала с мебельной стенки и явно троллила кота. Муж требовал прекратить этот дурном, поскольку ему завтра с утра на работу, как будто можно прекратить цунами. Только перемещение кота в сумку-переноску позволило прекратить скачки за белочкой. Но и там он возмущенно выл не меньше получаса. Бедные наши соседи, кошачьи вой, это не для слабонервных. А белка в полной уверенности, что выиграла битва за территорию, перепрятала запас шишек с антресоли в платяной шкаф. В короткий промежуток времени, когда мне удалось поспать, я успела посмотреть кошмарный сон о том, как мой муж бегает по потолку с сачком, а белка с размером с таксу скачет вокруг и заливисто хохочет. В пять утра белка проснулась, оказывается она тоже иногда спит, и отправилась позавтракать нашим алое. Потом она залезла в ящик с картошкой и продолжила трапезу. Самому ящика тоже досталось. Скорежет зубов о ДСП слышал, наверное, весь дом. Даже не буду думать о том, что придумали соседи. Утром кота, почти потерявшего веру в человеческую справедливость, пришлось выпустить из переноски. От него страшно воняло, подозревая, что это была изощренно-белечная месть. Нагадить на беспомощного соперника. С оскорбленным видом музык ушел на балкон. Если бы кот мог хлопнуть дверью, он бы хлопнул. В девять утра позвонил с работы муж. — Проявился твой цуцек. Я ему домашний телефон дал. Договорились там сами о передаче родственника. — Что? Я не сразу поняла, о чем он. — Белку заберут. — А-а-а, так бы сказал. Когда мы с Костиком и Степкой вернулись в прогулки, в прихожей нас ждал Мурзик с негодующим видом, обследующий чужие мужские ботинки. Ботинки выглядели так, словно их владелец пришел пешком из Ташкента, при этом пиная каменный мяч. Кот всем своим видом показывал, что его безмерно оскорбляют при вращении квартиры в проходной двор. Костик замер. Степка, глядя на него, тоже. С кухни доносились голоса. Я слушала, как там, на кухне, смеется Машка, как ей вторит смущенный голос вчерашнего цуцека из такси. И внезапно мне стало пронзительно ясно, что никогда моя дочь не выйдет замуж за дипломата, и не решим мы этот дурацкий квартирный вопрос. И в желтом кошачьем взгляде я вдруг заметила сочувствие и понимание. Ну вот такой интересный рассказ из сборник Александра Цыпкина «Токсичная книга». Всем огромное спасибо подписчикам отдельно. Кто не подписался, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всего того, что происходит у меня на канале. И еще раз всем огромное спасибо. До новых встреч. Всем пока. Пока.